Вайлдберрис разослал продавцам письмо, в котором говорится, что некоторые продавцы после пожара добровольно предлагают ей отказаться от компенсации за сгоревшие товары, чтобы помочь ей в трудной ситуации. Этот момент, конечно, вызывает двоякое чувство, кажется, что Вайлдберрис в очередной раз пытается обмануть продавцов и клиентов. В сообщении говорится, что Marketplace Вайлдберрис получил несколько тысяч обращений от продавцов и покупателей, которые решили отказаться от компенсации за товары, сгоревшие в пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Еще до старта выплат некоторые продавцы выражали желание добровольно отказаться от компенсации, чтобы поддержать Вайлдберрис. Мы получили несколько тысяч таких обращений и очень тронуты желанием партнеров нам помочь и искренне благодарны за слова поддержки «Сейчас нам это важно как никогда», говорится в сообщении Marketplace в приложении для продавцов. Сообщается, что первые компенсации продавцы уже получили. Сумма выплат не финальная, предварительная и впоследствии будет пересчитываться. Пожар на складе Вайлдберрис в Шушарах площадью 100 тысяч квадратных метров произошел 13 января. Ущерб оценивают в миллиарды рублей. Установлена личность сотрудника, который грозился поджечь склад Вайлдберрис в Шушарах, а позже удалил свой аккаунт. Сейчас поджег, это основная версия пожара на складе. 27 декабря в чат сотрудников склада ягодок написал один из сотрудников, который предупредил коллег о скором пожаре. Тогда всерьез подобное сообщение никто не воспринял. Спустя две с половиной недели склад в Шушарах полностью сгорел. Вечером 13 января все тот же сотрудник написал в чат, что именно он совершил поджог. Участники чата вскоре передали информацию о коллегии в компетентные органы. Однако после сообщения с признанием сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся.